Привет, друзья! Украину, наверное, принимают в ЕС. Как бы тупо и дебильно это не звучало, Украину принимают в Евросоюз, об этом говорят вполне серьезно, то есть раньше это было просто там морковка перед носом, но сейчас об этом говорят. Я вижу в этом однозначно коррупционную составляющую для тех, кто говорит, потому что такого не бывает, но в настоящем мире такого не бывает. Это Украина, это Молдова, Грузия, это 6, по-моему, балканских государств и так далее. На эту всю веселуху выделяются сотни миллиардов долларов евро, потому что бюджет Евросоюза. И сельхозпредприятия, которые находятся в Евросоюзе, на 20% меньше будут получать дотации теперь, ну после вступления, да, также будут выделяться там порядка 180 миллиардов Украине. Ну Украине, когда я говорю Украине, это значит украинской власти, самой коррумпированной, возможно, власти в Европе. Тем не менее, об этом всерьез говорят, об этом всерьез заявляют, значит уже все договорено. И что интересно, да, здесь в Европе об этом не кричат по радио постоянно, может быть, там где-нибудь в Венгрии, может быть, в Польше говорят, но в Западной Европе об этом вообще нифига не говорят. Ну так как бы, где-то там что-то происходит, но не рассказывают о том, сколько надо будет отдать денег. Некоторые государства, которые являлись получателями денег в Евросоюзе, будут чистыми плательщиками. Это тоже прописано в документе Еврокомиссии. На всех уровнях заявляется, что поддержка, мол, угасать не будет. Сначала проходит встреча, на которой оборонные компании обсуждают совместное производство вооружений с Украиной. Очевидно, потому что собственные запасы уже окончательно иссякли. И нечем обеспечивать ВСУ. Таким образом, хотят сказать, ну хорошо, мы будем открывать предприятие у вас, в Украине, и вы как бы сами себя обеспечиваете. Но в Украине же летают дроны, ракеты. Неужели это никого не волнует? Волнует, но уже кое-что придумали. Высказываются предположения, что настоящие заводы появятся уже после окончания войны. А пока речь идет о ремонтных цехах. И они будут находиться достаточно далеко от фронта. Плюс в них будут работать в основном то украинцы, поэтому если прилетят ракеты, то как бы ну вот прилетели. Плюс на этом собираются еще и заработать. Да, серьезно, заработать. Потому что те, которые будут открывать там цеха, они будут страховать свои цеха. Да, Франция готова покрывать страховку для своих инвесторов, которые примут участие в восстановлении Украины даже сейчас. В том числе на случай, если имущество пострадает от обстрелов. Что будут делать владельцы этих цехов для того, чтобы получить эту страховку? Да им даже не надо ждать российских ракет. И можно попросить друзей из ВСУ, чтобы они жахнули по этому заводу. И еще и чтобы там людей не было, к примеру. Чтобы никто не пострадал, кроме французских налогоплательщиков, которые будут это оплачивать. Ой, я не могу. Потом состоялась встреча глав МИД стран ЕС, на которой обсуждали перспективы вступления в ЕС. Зеленский просил, чтобы новых задач не ставили на пути. Ну, типа и так наставили слишком много, надо там суды привести в порядок. Но какие суды? Нет времени на это все. Нет времени, Родина в опасности, поэтому не ставьте нам задачи. Американцы со своей стороны публично говорят, что нет никакого КПД. Это просто советы. Мы просто вам советуем, что вам надо для того, чтобы вступить в ЕС. Вызывает несколько странных вопросов. Почему Штаты решают, что надо Украине для вступления в ЕС? А как бы ЕС это... Ну, не задавайте эти вопросы. Их сейчас не принято задавать. Дипломаты пояснили, нет КПД для получения помощи. Это просто пожелание. Но в кулуарах западные чиновники требуют жестких мер в отношении коррупции. По словам нардепа Железняка, на встречах нам говорили прямо, в ближайшие 45 дней не должно быть ни одного крупного коррупционного скандала и залета. Почему 45 дней? Если на 46 день что-то произойдет, то как бы можно. На 46 день можно. Дело в том, что это связано с шатдауном, который отодвинут на 45 дней, благодаря тому, что из бюджета убрали противоречивые статьи по поводу помощи Украине. Причем Украина в Конгрессе тоже становится уже как бы не очень, потому что соратники-республиканцы отправили нафиг в отставку спикера палаты представителей Маккарти. Почему? Потому что он якобы заключил с администрацией Байдена тайное соглашение для Украины. Республиканцам это не понравилось? Пока. Политико при этом публикует материал, в котором рассказывается о том, что штаты считают реальной угрозой коррупции Украины. Угрозой номер один. Украина коррупционное государство с коррупционной властью. Если Евросоюз это вообще не интересует, все ходят и не обращают внимания, то штаты на это внимание обращают. Поэтому они требуют диолигархизации, провести реформы. Американские чиновники рассказывают в СНН, что настойчиво призывают украинцев делать больше для противостояния коррупции. Как интересно рядовой украинец может сделать больше для противостояния коррупции, к примеру, офиса президента? Ну сделай больше для того, чтобы противостоять этой коррупции. Ну то есть дебилоидные заявления звучат и не только такие. Вот очередное заявление дебильное спикера Мэтью Миллер. Мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия и это включает агрессивные действия для преодоления коррупции, предпринятые за последние несколько недель. Какие же действия были предприняты для борьбы с коррупцией за последние несколько недель? Ты там рассказывай это американцам, возможно они это схавают, но не думаю. Но только украинцам этого рассказывать не стоит. Про агрессивные действия в борьбе с коррупцией напомню. Неожиданно появилось дело 20-го года, о нем вспомнили. Что это за дело? Доверенные лица министра экологии и бывшего главы Бурисма Злочевского пытались решить вопросы с силовиками по эпизоду, связанному со схемами Курченко по выводу средств из банков. По средникам выступал в этой теме заместитель главы государственной фискальной службы Николай Ильишенко. За это его обвинили почему-то в мошенничестве. Он вез антикоррупционерам 6 миллионов долларов. То есть в чем здесь мошенничество непонятно. Ему сразу же дали статью, которая мягче того, чем он занимался. Теперь вдумайтесь, зам главы налоговой везет антикоррупционерам 6 миллионов долларов взятки. В этом прекрасно все. И вот это дело оживает. Почему? Потому что просачивается информация, что зам главы налоговой, который вез эту взятку, порешал свои вопросы и сидеть не будет. Уже тогда говорили, что дело неоднозначное, мол это провокация взятки, плюс Бурисмо, это же компания связанная с семьей Байдена. Поэтому, ну кто будет с ними ругаться? Ну зачем это надо? И так далее. В итоге, якобы там агент НАБУ, который собственно провоцировал это все, получает 500 тысяч долларов премиальных от этой суммы взятки. Некто Шевченко. 500 тысяч долларов. Для всех все заканчивается очень хорошо. Знаете, как хорошая сказка. Заместитель главы налоговой идет на сделку со следствием. И его должны были посадить на 5 лет. В итоге он получает 3-летний испытательный срок. И он жертвует, то что я вам уже рассказывал, 6 миллионов долларов на помощь ВСУ. Непонятно куда. 50 миллионов в личный фонд Зеленского. Нет, это не взятка. Какая борьба с коррупцией, ты посмотри. Вот почему вспомнили про это дело. А вы знаете, Злочевский тоже решил пожертвовать 700 миллионов. То есть, получается, что если ты даешь взятку официально, буквально официально, то тебя и не наказывают. Экс-министр жертвует 700 миллионов. Ну все, ладно, гуляй. Мы там будем отправлять запросы и доставать шария. А вот экс-министра, который отправляет 700 миллионов, мы доставать не будем. Какая борьба с коррупцией. Вот посмотри. Замначальник аналогов и гуляет. Все. Печерский суд закрывает административное дело в отношении экс-заместителя главы офиса президента, близкого к Зеленскому, Кирилла Тимошенко. Дело в том, что в 22-м году журналисты выяснили, правоохранители ни хрена не выясняли. Тимошенко начал кататься на скромном Порше. А этот Порше, представляете, взял в аренду. И жил он в крутом месте, тоже арендуя его, конечно же. Находят конфликт интересов. Коррупционный конфликт интересов. Печерский суд смотрит. Да не, но здесь все чисто. Дело закрывается. Журналисты при этом замечают, что координатор большого строительства, оно же вылык и крадивництво, голик, ездит регулярно на улицу банковую в офис президента, как к себе домой. Ну и конечно же задаются вопросом, подожди, подожди, а что ты там делаешь? А он говорит, а что такое? Это консультативный орган, я могу туда ездить, понятно? Дело в том, что у него проходил ряд обысков НАБУ в конце прошлого года. Тогда расследовалось воровство в особо крупных размерах. Скандал был связан с главой Днепропетровской ОВА Резниченко и его любовницей, фитнес-тренером Яной, с которой они вместе отдыхали за рубежом. И как-то так получилось, что его любовницей Яне, которая является фитнес-тренером, внезапно принадлежит 49% компаний, которая пошла в рост после полномасштабного вторжения. В частности, полтора миллиарда гривен они получили на тендерах по ремонту дорог. Причем часть договоров из-за особенностей военного времени не отображалась даже в системе Прозора. Так вот, Голик, как раз-таки из этих, тот Голик, который сейчас ездит в офис президента, все нормально у него, после обысков, он часть команды вот этого Резниченко и его любовницы Яны. А сейчас он рукопожатый в офисе, нормально туда заезжает и совсем уже порешали. Так о чем там рассказывают? О какой борьбе с коррупцией? Украина самое коррупционно открытое государство, потому что тут открытая коррупция. И Зеленский, папа этой коррупции, офис президента, главный рассадник этой коррупции. Поэтому дайте им еще 180 миллиардов. И я убежден на жизнях простых украинцев, это не отобразится никак. А они погужуются нормально. Пока.